В результате проверки 7000 аптек, которая недавно состоялась по всей России, в 80% случаев надзорными органами были найдены те или иные фальсификаты. Получается, что и рязанские граждане оказываются совершенно не застрахованы от приобретения некачественных лекарств. Можно столкнуться с разными проблемами. Например, в упаковке лекарственного препарата содержится меньше таблеток, чем заявлено в его описании. Или приобретенный препарат просто-напросто не лечит, не дает никакого эффекта. Что это? Физиологическая особенность организма или противопоказание или фальсификат? Как разобраться? За ответом мы отправились в общество защиты прав потребителей. В Рязани, к сожалению, мы не можем провести экспресс-анализ этих препаратов. И человек, который сталкивается с подобной проблемой, почему у него нет должного лечения? Не работает данное вещество? Нет этого вещества? Или переизбыток другого какого-то вещества? Проверить он фактически не может. В Рязани нет экспресс-лабораторий, которые могли бы проверить качество лекарственного препарата или установить содержащиеся в нем вещества. А заниматься вопросом некачественной продукции, не имея экспертной базы, становится проблематично. За этим рязанцам придется обращаться в другой город, например, в Москву. Получается, что горожане практически беззащитны и порой не могут или не находят времени предъявить требования. Вот как они сами объясняют, почему лекарственные препараты порой им не помогают или еще что хуже вредят. Некоторые препараты мне казалось, что не очень хорошо работают. Но это бывает не из-за того, что лекарства там некачественные, а из-за того, может, не помогают, не подобраны для нашего заболевания. Возможно, такое. Вот я коснулась, вот сейчас хожу с дочерью, мы очень много препаратов перепробовали, разные, но нам ничего не помогает. Мы не знаем, что делать. Вот сейчас еще выпустили от аллергии, а она пила от аллергии, ей хуже. Просто из-за того, что привыкание организма, когда приходит, приходится менять какое-то лекарство. Вы считаете, что это от привыкания организма, да? Да, я считаю, что это длительное применение в течение пяти лет, допустим, одно и то же лекарство. Уже приходится что-то менять. В любом случае, рязанцы могут добиться правды. Ведь конфликт возникает тогда, когда человек не владеет информацией о тех правах, которые у него есть. То есть, гражданину, столкнувшемуся с некачественной продукцией, нужно обратиться в Роспотребнадзор, чтобы там его смогли сориентировать по дальнейшим действиям. Все проблемы решаемы, если за них взяться всерьез. Тем более, есть те, которые могут решиться практически сразу. В другом случае, когда медицинское учреждение, в которое вы обращаетесь, по факту, ну, предположим, какой-то аллергии, дает заключение, что именно на фоне употребления данного лекарства у вас возникла аллергическая реакция, а которая не указана в аннотации на сам препарат. Вот здесь можно предъявить требования изготовителю, либо аптеке. Исходя из всех случаев, которые в последнее время происходят в мире лекарственных средств, рязанцам следует обращать особое внимание на состав лекарств. Как выяснилось, люди не сильно придают этому значение. Они считают, что раз доктор прописал, то нужно принимать препарат не глядя. Но тот же скандал с биологическими добавками для мужчин начался именно с того, что лекарства содержали то вещество, которое по закону было запрещено. Однако оно все же было указано в описании препарата. Так что проблему можно вовремя заметить и предотвратить нежелательные последствия.